Мы не говорим о чем-то неприятном, когда люди начинают о чем-то говорить, о нетолерантном, о каких-то острых темах, которые могут вызвать дискуссию. Говорят, ой-ой-ой, давайте только не про это, давайте об этом не будем. Поэтому выработана привычка о религии не говорить, потому что начни про Бога говорить, а ты поссоришься с кем-то. Поэтому выработана привычка не говорить, скажем, еще про какие-то вещи, про политику не будем. Про что-то еще, про погоду. Да, сударыня, погода сегодня отменно прекрасна, да? Да, вы знаете, тоже нахожусь сегодня, погода очень хорошая. Вот об этом можно говорить полчаса. Но только не про что-то серьезное. И поэтому про старость, то есть старость занесена в список запрещенных тем. Как бы на краю сознания, в этом пресловутом подсознании, мы знаем, что мы постареем, мы боимся этого, мы сопротивляемся этому процессу всячески. Вот. И мы не говорим о ней. Здесь, конечно, есть когда панический страх смерти, но он как бы перенесся весь. То есть про смерть вообще страшно говорить с кем-то. Что вы, смерть, господи помилуй, вы что, перестаньте. Не портит мне аппетит, как бы не портит мне настроение. Как бы я молодой, здоровый, хочу жить. Как бы, почему мне о смерти говорить? Ну, точно так же говорит и о смерти. И старики поддаются этому. Они воспринимают молодую моду. Они, так сказать, пытают, думают, что если не шортики на себя натянут, как бы, да, вот, и как там подмакияжатся, например, там, что-то от себя там, это, или отлипосакционируют, там, или что-то себе там вживят, например, там, какой-то фарфор вместо естественных зубов, там, или что-то там себе там пришьют или отрежут, то они, как бы, значит, если они будут в курсе молодых дел, и будут там танцевать, как бы, значит, на дискотеках своих специальных, там, тех, кому за 70, то они, как бы, значит, думают, они приобретут какую-то особую ценность и вес. На самом деле, они просто придут какую-то глупость, какую-то небывалую, станут смешны и отвратительны. Как, знаете, бывают отвратительные маленькие дети, в которых ничего детского не осталось, в которых есть детский цирк, какой-то взрослый цинизм, взрослый разврат, холодные глазки, как бы, такие какие-то нечеловеческие, не детские речи такие. Обычно взрослые говорят, а, какой он умный, а, Васенька, стань на табуреточку, всем расскажи. Васенька становится, говорит, самое главное в жизни делать деньги все, ай, молодец, Васенька, умный мальчик, какой-то бесенок уже, как бы, выросли чертенка уже, значит, и сами, как бы, старые черти, как бы, радуются об этом маленьком испорченном человеке, потому что думают, что он правильно что сказал, это, на самом деле, ужасная вещь. Вот, так же отвратительный, как маленький развратник, так же этот старый идиот, то есть к старости нужно быть мудрым. Ну, ну, нужно, мало ли, что нужно. Нужно, чтобы все священники были святые, ну, что-то не получается пока. Там нужно, чтобы там все матери были, так сказать, мать с большой буквы, ну, тоже трудный вопрос, как бы. Поэтому, значит, я думаю, что вот, исходя из того, что он, как бы, мир заболел давно, ну, давно для нас, для нашей жизни, а, в принципе, в исторической ретроспективе не так уж давно, их-нибудь там лет сто, а может меньше. Страх, соответственно, перед смертью, которая маячит за старостью. Страх, как бы, значит, вдруг потерять все то, чем ты пользовался, эту гибкость движений в членах тела, значит, эту бодрость, эту свежесть, эту силу, эту востребованность. То есть поменять социальный статус, поменять свою социальную роль, сесть на лавочки, значит, ждать, когда к тебе придут и спросят, ну, как вы, дедушка, жили, расскажите про свои великие житейские подвиги. Мы к этому не готовы. Не готовы. И на этом этапе, на этом этапе, в духе обнаружения того, что я, оказывается, тоже старею, следовательно, я тоже умру. Человеку очень трудно, вообще-то, логически эти все вещи на себя переменить. Как у Льва Толстого в произведении смерти Ивана Ильича, значит, есть такое, когда он умирал, там, этот Иван Ильич, там, Толстой вообще гениально это описывает, этот процесс, паническая встреча со смертью, к которой никто не готовился. То он там вспоминал какую-то, значит, фразу из учебника логики, из гимназии. В учебнике логики написано там, все люди смертны, Петров человек следует на Петров смертен, как бы, ну, такая логическая цепочка. Он пытался, как бы, на себя приклеить, там, типа, Иван Ильич человек, все люди смертны, значит, Иван Ильич умрет. Какой, какая логика, какой Иван Ильич, какой там, значит, я не хочу умирать, как бы, я не хочу. Логика это логика, я это я, я не хочу. Вот человек панически бунтует против неизбежного, ну, и когда он начинает бунтовать против неизбежного, значит, что он начинает делать? Вот, он начинает пытаться жить несвойственной себе жизнью. Он пытается продлить себе, преступным образом продлить себе, как бы, исчезающую молодость. Не хочет с ней прощаться, но хочет с ней, как бы, значит, продлить ее. Продлить, продлить очарование. Ну, а тут начинается, как бы, значит, что начинается. Лучше всего, что продлить его молодость при помощи вампирства. Только не прямого вампирства, который показ в американских фильмах, а такое, значит, омолодиться от кого-то живого и помоложе. То есть в это время, как бы, дядьки, которые ищут себе любовниц возрастом со своих дочерей, вот, ну, и тетки сделают то же самое. Вот, в это время, как бы, значит, что они делают, эти, значит, престарелые дужуаны, как бы, значит, и миссалины, что они делают в этом старом возрасте, когда вдруг влюбляются в малолеток, значит, и пытаются создать жизнь заново, бросают всех надоевших теток, своих женщин, с которыми они, там, нарожали детей, там, строили быт, что они пытаются делать, эти бедные люди. Вот, они пытаются вампирить просто, они пытаются напиться свежей кровью, насосаться чужой кровью, а омолодиться возле молодого человека, молодой девушки, значит, там, это, это касается равности образа мужчины и женщины, в этом смысле он абсолютно демократичный, развратный и те, и те, с ума сходят, и те, и те одинаково. Примера достаточно, доказывать я не буду. Вот к этому возрасту относятся, значит, вот эти все, как, что на родине замечено, видимо, эта проблема гораздо более глубокая, чем проблема только нашей цивилизации, когда седина в бороду без ребра, когда вот эти просыпаются какие-то нереализованные страсти, паническое чувство, что я не успел, как бы, я ничего еще не сделал, я не насладился. Как бы, жизнь утекает, как бы, ну что же, вот жизнь уходит, как бы, и что, ну давай во все тяжкие, как бы, выход из этого такой очень, подсказывается, очень такой печальный, во все тяжкие. Ну и люди поступают так, поступают так. Конечно, одно дело, когда человек имеет Божий страх, другое дело, когда он его не имеет, но даже имеющий Божий страх, имеет он не всегда. Божий страх хорошо, если он питает человека всю жизнь, каждый день, а если он по временам отходит от человека, тогда человек тоже болеет этими же проблемами. Вот. Поэтому так мало браков, которые, пройдя через самую бурную, тяжелую, шквальную, такую эти, ревущие, сороковые, такие, молодых лет, казалось бы, ну все уже. Вот мы с тобой жили в общежитии, жили на съемных квартирах, вот мы с тобой ужинали из одной консервной банки одной килькой в томате, как бы, вот мы зарабатывали, там брали первые кредиты, вот, рожались наши первенцы, вот, то, вроде самое тяжелое, мы прожили вместе. Потом, когда уже вроде все, хорошо, такие, значит, такой солидный дядька с животиком и лысиной, как бы, значит, такое положение в обществе, солидная женщина, женщина, мать подросших детей, рация начинает разбегаться. Почему? Почему в хороших, в хороших условиях, почему люди вот это теряют, ну, как бы, эти, эти неумершие, неумершие страсти, как бы, заставляют их искать этих неиспытанных удовольствий. В полной мере это касается нас, если посмотреть на статистику наших разводов, вообще, когда статистика, конечно, катастрофическая. У нас огромный процент людей не могут прожить жизнь до конца вместе, не могут. Это говорит не о жизни, это говорит о людях, это говорит о том, что им проповедуют, и чему они верят, и чего они хотят, и чему стремятся. Вот, поэтому, вот, это наша, так сказать, с вами жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова